Соединенные Штаты Америки сделают все возможное, чтобы вооруженные силы Украины могли продолжать освобождение своих территорий, в том числе и Херсона. Об этом на брифинге заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Тем временем с 31 октября по 3 ноября российские оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея пять фур с культурными ценностями, упакованными в какое-то трепье. Об этом сообщает пресс-служба музея. Груз, по данным музея, вывезен во временно оккупированный Крым. Не факт, что это последний пункт назначения. Российские СМИ сообщили, что Херсон остался сегодня без света. Мы помним прогноз Буданова, главы украинской разведки Министерства обороны. Он говорил, что до конца месяца будет освобожден Херсон. Очень ждем. Я думаю, в Херсоне тоже ждут. Ну, что касается вывоза. Вспомните, чем занимался гитлеровский фашизм, когда пришел на нашу территорию. Они занимались тоже вывозом. Они потрошили музеи, забирали все, где что плохо лежало, все забирали. Вывозили пшеницу, вывозили чернозем. Живую силу вывозили, рабочую силу работать к себе в Германию и так далее. Чем занимались наши солдаты-освободители советские? Я имею в виду, когда пришли в Германию, они занимались ровно тем же. Ломились вообще потом эшелонами, шло добро оттуда. Причем солдат простой мог себе аккордеон привезти, например. Там офицеры уже, сервизы какие-то. Маршалы везли эшелонами. Не секрет ведь, что когда подбирались к маршалу Жукову, Сталин хотел его посадить. Это был 1947 год, если не ошибаюсь, когда дело завели против ближайших его друзей. Генерала Крюкова, бывшего на тот момент мужа знаменитой певицы Лидии Руслановой. Лидию Русланову взяли. Они же все были упакованы выше крыши добром немецким. То официально органы безопасности давали Сталину, я читал эти документы, материалы о том, сколько Жуков и его генералы вывозили награбленного, ковры, хрусталь, все и так далее. Я вам скажу, что Лидия Андреевна Русланова, конечно, была выдающаяся певица, но у нее было столько картин выдающихся мастеров мировых полотен, уровня самых лучших музеев мира. Они же тоже взялись откуда-то. Огромное количество бриллиантов. Ей все вернули, между прочим, когда ее освободили из лагеря, ей все вернули. Его всегда выдающий Кобзон мне рассказывал, он с ней дружил. Она на гастроли всегда ездила и в бюстгальтере возила огромные пригоршни бриллиантов. Дома она их не рисковала оставлять, она возила их с собой, в бюстгальтере прятала. И иногда, когда тяжело было застегнуть, она его просила в гримерке помочь ей застегнуть платье, потому что распирали бриллианты. Поэтому, к чему я веду? Я веду к тому, что русские фашисты действуют сейчас точно так же, как действовали немецкие фашисты и как действовали советские солдаты на оккупированных территориях. Они крадут все, вывозят от стиральных машин до полотен из музеев. Это клептоманы, это воры. Они наносят, конечно, большой ущерб Украине в этом плане. Ну вот, смотрите, сегодня оставили Херсонскую областную администрацию, повывозили всю мебель. Ксероксы какие-то, факсы, там, черт его знает. Все говно, что там было, все они повывозили подчистую. Что касается Херсона, конечно, мы его возьмем. Конечно. Вопрос, когда? Я абсолютно понимаю, что нам не нужно торопиться в том плане, что вот любой ценой, спасибо нам деньги приходят, мы уже не называем кто, но люди понимают, что это на дроны и присылают деньги. Спасибо вам большое. Конечно, хочется скорее взять Херсон, но наши, в отличие от русских, они считают людей, наши военачальники. Они не бросают людей на верную смерть, они берегут людей. Поэтому взять Херсон любой ценой нет. Его надо взять так, чтобы погибло как можно меньше наших ребят. Поэтому мы его неминуемо возьмем. Правобережный Херсон, 50 евро еще прислала Рима. Ешасу. Простите, если я неправильно произношу фамилию, простите, пожалуйста. Спасибо вам, Рима, спасибо. Василий, поэтому вопрос времени. Мне очень важно, конечно, чтобы Херсон был наш на данном этапе, чуть позже, чтобы все оккупированные территории вновь были наши. И мне важно, чтобы мы не потеряли людей, как можно меньше потеряли, если можно вообще не потеряли. Да, россияне уходят на левый берег, на левый берег Днепра. Я опасаюсь еще подвохов. И я понимаю, что наш генеральный штаб знает лучше меня, намного лучше меня, что может быть. Там могут и Каховскую ГЭС взорвать, там могут и заминировать плотно, могут накрывать огнем. Поэтому давайте мы не будем торопиться со сроками. Мы все равно возьмем Херсон, но со сроками торопиться не будем. Продолжение следует...